Как пошел Илья Муромец на бой с драконом, ходил-ходил по лесу, искал-искал, нигде нет его, как будто Змей Горыныч испугался и куда-то свалил, вообще честное слово. И вот, наконец-то, находит он холм, а в холме нора, большая нора. Он как закричит в нее, а ну выходи сюда, Змей Горыныч, на честный бой, биться или мириться? Кричал-кричал, биться или мириться, выходи, говорит тебе, выходи, биться или мириться? Вдруг Змей Горыныч разворачивает голову и говорит, ну биться-то так биться, что в жопу-то кричать? Два чукчи на охоте убили моржа. Взяли его за хвост и тянут его домой к чуму и поют трудовую чукотскую песню. Снег сегодня ровный-ровный, пурги нет, солнышко светит, два чукча были на охоте, однако, почему-то однако, убили моржа, тянут его домой, сегодня будет дома праздник, как наедимся, водки напьемся, геологи принесут. Эх, хорошо! Поют эту песню, идут к себе домой, о чуму все ближе, ближе, и тут мимо них едет какой-то наш парень, типа метеоролог, на аэросанях. Останавливается и видит такую картину, два чукчи за хвост тянут моржа и говорит, лебедев, их же всех, Иванов, лебедев, лебедев, тут чего? А что вы моржа тянете за хвост? Это же неудобно. Во-первых, за хвост неудобно держать, он постоянно выскальзывает. Понимаешь, нет? Ну? Во-вторых, у его бивни, они как плух, понимаешь, в снег встриют и тормозят движение. Опять-таки, против шерсти. А на что надо? Ну, а надо наоборот, взять за бивни, вам удобно, вы вдвоем как раз взяли каждый за бивень, по шерсти, за бивень его держать удобно, и потащили. Ай, точно, однако, взяли они этого моржа за бивни и потащили, и поют свою чукотскую трудовую песню. Пурги нет, снег гладкий, солнышко светит, два чукчи были на охоте, убили моржа, и сегодня будет праздник, елоги водки принесут, будем веселиться, поют они свою трудовую песню, о чем все дальше и дальше. На берегу реки сидит суслик, только-только забил косяк, как начал его курить. И так ему хорошо суслику, а то всю жизнь в степи, в степи. А тут, глядишь, выросло рядом какое-то дерево все такое, типа конопля. Он его наломал там, чего надо, шишечек. Сразу высушил, да и сразу не так, чтобы в степи переться, а к реке, в прохладе. Другая обстановка, сидит на берегу реки, в общем, курит. Мимо него по реке плывет бобер с какой-то палкой в зубах строит, потому что ему нужно застроить плотину, аккорд. Этот суслик увидел этого, а уже вставил, увидел бобра и говорит, Бобер, плыви сюда, давай, плыви сюда, плыви. Так что? Слушай, ты же ныряешь? А ну. А с открытыми глазами можешь под водой плавать? Могу. Давай я сейчас дам паровоз, ты эту хапку бери, в легких ее держи и сразу ныряй. И плыви только с открытыми глазами. Я так думаю, что приход будет, я даже жалею, что я вообще степное животное. Давай, как и в кустов вообще, чума, давай, давай. Как дал ему паровоза, в кустово такого. Бобер ныряет, плывет с открытыми глазами и понимает, что это уже коралловые лифы. Потому что уже такие рыбы, они здесь не водятся, цвет пошел. Это вам круче, чем Самсунг. И тут, мимо него, под водой, проплывает бегемот. Тоже с открытыми глазами. Бегемот смотрит на бобра, что у него глаза ненормальные. И говорит ему, бобер, а что у тебя за глазами? Бобер отвечает бегемоту, да, Сузлик только что дал такой паровоз. Я как нырнул с открытыми глазами, плыву, бля, риф и вокруг, пти, эти как, о, рыбы-попугаи, кружи, нарушение реальности полное. Полное ощущение, что вообще где-то, я не знаю, как будто я, ты понял? Он говорит, да я понял, а где Сузлик сидит? Да вот там, вот там сидит. Бегемот сразу под водой начинает нарезать к этому Сузлику, пока тот не докурил. Вынуревает и говорит Сузлику, Сузлик, а ну дай паровоз. На что Сузлик ему отвечает, тебе хватит, бобер. Приходит муж домой после работы, Украина, село. Приходит домой, зашел в хату, походил и говорит, Наталка, она что таке? Ну а что ты мне не кажешь, что до нас кто-то приходил сегодня? А она, а кто приходил? Ну, кто-то ж приходил. Нет, никто не приходил. Не надо мне брехать. Я ж чувствую, что табаком тхнет. Кто-то у нас дома цигарку выпалил, а ты мне ничего не говоришь. А, та-то приходил Кузьма, выпалил цигарку и пошел. Ну и что? Выпалил и пошел? Да. А что он приходил? Да, ну не знаю, сейчас спросил дома ты, или нет. Я говорю, нет, должен прийти скоро, а он трошки подождал, а тебя нет, а он пошел. Ну и что, ничего не делал, только выпалил цигарку и все? Да и все. А что у тебя губная помада размазана по всей морді? Ай, так, ну. Кажи, не ну-ка, я скажи, давай, я слушаю тебя внимательно. Ну, ты знаешь, какой он дурный. Взял меня, да и поцелувал. Куди? Ну, куди? У губи. А размазано по всей морді? Ну, все в шоке. А размазано аж до шиї? Ну, все в шиї один раз поцелував. Ага, значит, получается так. Спочатку никто не приходил, а потом выявляется, что приходил Кузьма, целовал тебя и в губи, и в обе щоки, и еще в шию. Так виходит? Ой, не ой-ка еще куди целовал. Ой, не ой-ка, я тебе говорю, ты меня знаешь. Я сейчас порозбью эту ошибку, заставлю з'їсти все стекло, а тогда скажу, что не счастливый случай, потому что порезнулась, когда я ела стекло. Я ничего не знаю. Говори, ты меня знаешь. Ну, еще, ну, поцеловал еще меня у плечи. Так, хорошо. Хорошо получается, сначала никто не приходил, тогда выявляется, что приходил Кузьма, потом выявляется, что поцеловал у губи, у щоки, у шию, у плечи, еще куди. Ой, не ой-ка, я бы возьму так и начну гонять вокруг хати, ты знаешь, який я. Я дурный, когда ревнивый, ты понимаешь, нет? А ну говори. Ну, еще у груди. Ага, теперь выявляется, что еще у груди. А то сначала никуда не целовал. Сначала никого и не было. А тогда выявляется, что человек у губы, у щок, и у ши, у плечи, у груди. Ну, теперь скажи, еще куди. Та більше не говорю. Говори, я тебе говорю, потому что ты меня знаешь. Я в армии, между прочим, по римрестлингу и вообще. Как дам, так воздуху переобуйся два рази. Говори, я тебе говорю. Ну, еще и в живит. Так, хорошо и интересно. Интересно. Понимаешь, виходит, что он сначала никуда не целовал, и даже не приходил. А теперь, получается, целовал у губы, у щоки, у ши, у плечи, у груди, еще в живит. Еще куди целов, скажи. Больше никуда. Кажи, потому что ты меня знаешь. Бо я к дам, ты меня знаешь, говори. Ну, еще и в ноги. Не перепрыгуй. Ёжик в лесу. Где-то нашел молоток. Наверняка спер у каких-то туристов. Короче, с молотком, воскресным утром, как даст марша прямо по лесу к поляне, интертатно, интертатно, с песней, выходит на середину поляны, посреди которой большой низкий пень, подходит к этому пню, кладет свою ежачью гениталию на пень, и как даст себе по этой штучке молотком. После чего текст. Вот какие мы звери необыкновенные. Деревня. Проснулся ночью мужик с перепою. С перепою просыпаются рано. Он проснулся где-то в полтретьего, потому что лег, наверное, в полдесятого. Проснулся, как-то ему, в общем, и не спится, и муторно, и тошно. Вышел покурить на двор. Смотрит, через три, там, четыре дома, из трубы поднимается дым. Ночь. В полтретьего готовить никто ничего не будет. Печка уже, по идее, должна остывать. Значит, просчитал. Это дом кумы. Кума самогонщица. Значит, получается, что? Варит самогон. Как раз ему похмелится. Он, недолго думающий, направляется к ней. Заходит, точно, кума гонит самогонку. Ну, говорит, налей, Лида. Хоть сто грамм, е-мое. Ну, прям так перебрали вчера это самое. Она говорит, я тебе налью, но ты же лишь только поставила. Огнала на кастрюлю. Значит, кастрюля, там, брага, потом какая-то там внутри кастрюля, сверху еще одна большая миска, которую наливается, в общем, все вы это знаете, как это гонится самогонка. Эту воду, значит, надо менять, как нагрелось меня. Она говорит, я тебе налью, только я еще, говорит, ничего не выгнала. И самое главное, я же прибежала с дежурства, поставила, а не район, сейчас придет кто-то проверять, мне, что туда-сюда надо бегать, отмечаться. Раз ты пришел, ну, сделай такое дело, поменяй воду, два раза на третий уже сольешь, да и выпьешь. Ладно. Он говорит, ну, ладно, нет вопроса, давай иди. Ну, и сидит пальцами, пробует воду, пробует. О, уже как бы, о, уже горячая, уже вода горячая. Думает, все, сейчас быстро. Воды принесу. Хватает ведра, ведра пустые. Ну, он думает, ну, значит, все, сейчас побегу до колонки, наберу, ну, как обычная процедура. Так, выскочил до колонки, там, сколько метров, набрал воды, метров буквально, там, сорок. Возвращается с ведрами полными холодной воды, заходит в дом, сидят два мента. Заходи, говорят, ставь ведра, садись. Ну, что, будем составлять бумаги. Попался родной, давай, короче, самого наварения, разговоров нет. На бумажку пиши, объясниловку, сначала к председателю, разберемся, на всех уровнях. Надо будет товарищеский, нет, значит, посадим. Короче, все. А то мы думаем, кто деревню спаивает. Пиши. Ужик написал, отдает бумагу, милиционер читает. Я проснулся ночью в половине третьего от тревожного предчувствия. Сразу посмотрел в окно и увидел, что над крышей гражданки такой-то поднимается дым. Я понял, что в это время готовить уже как бы поздно. И единственная мысль, которая пришла мне на ум, что это случайный пожар. Что мне оставалось делать? Я схватил ведра, набрал воды в колонки и побежал в дом тушить пожар. Забегаю в дом. И что же я обнаруживаю в доме? Сидят два мента, варят самогонку. Только началась перестройка и безболезненно люди начали эмигрировать. В Одессе прямо выстроилась сумасшедшая очередь сначала в Авер, а потом на тот пароход, большой красавец, белый океанический лайнер, который ввел всех туда куда-то в район земли обетованной. И вот главная очередь большая, и все люди пристраиваются с чемоданами, в основном еврейское сословие, и все заходят, 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 заходят. День идут, второй идут, третий грузится, четвертый грузится. И кто-то из грузчиков обратил на это внимание, в порту кто-то там работник обратил на это внимание, и у кого-то из начальников спрашивает, «А что такое, я не понял, это что у вас, этот пароход, безразмерный что ли?» «Нет, бездонный». «Вокзал», громкоговоритель. «Поезд Москва-Симферополь отправляется шестой процентной доревы и пути». «Поезд Москва-Симферополь отправляется шестой процентной доревы и пути». «Пошел колись братик Вовчик, Волк, у ліс. А назустріч йому лисичка-сестричка. Ось яка казочка, дід лоха, послухайте. І от братик Вовчик каже лисичці-сестричці, «Лисичка-сестричка, я тебе згвалтую». «Не гвалтуй мене, каже лисичка-сестричка, А він її взяв і згвалтував. Діти, присылайте малюнки на цю тему». «Здравствуй, Петя, здравствуй. Слушай, анекдот чумовой. Рассказать тебе сексуально-туристический анекдот? Можешь, знаешь, сексуально-туристический? Не, не знаю, расскажи. Пошел ты нахер! На одном из южных пляжей садится летающая тарелка. Из нее выходят два инопланетянина. Ну, конечно, публика сразу поднялась с пляжных мест, с топчанов, окружила этих инопланетян. «Давай рассматривать эту летающую тарелку этих инопланетян». И вот кто-то посмелей нашелся, спрашивает. «Скажите, а много вас во Вселенной?» «Много! Нас очень много во Вселенной!» «А че ж вы не приезжали раньше?» «А потому что летающие тарелки есть не у всех, а только у меня и у Вахтанга». «Купил грузин десять грецких орехов. Раскалывает первый. Пустой. Раскалывает второй. Пустой. Третью раскалывает. Пустой. Ну, и тут можно догадаться по интонации, что и четвертый, пятый, шестой и так далее. Все пустые. Наконец-то раскалывает он десятый орех. Раскалывает? А он-то не пустой. Внутри ореха сидит паук и говорит этому грузину. «Обидно, да?» «Разговор в поезде. Товарищ, не подскажете, до Сухуми далеко еще?» «Нет еще». Хоронят покойника. Ну, все как обычно стоят. Кто венки тут подносит, ставит, кто че. Какая-то надгробная речь там. Кто плачет. Ну, обычное дело, похороны. И вот, значит, стоят и могильщики, положено которым зарывать покойника. И один из могильщиков смотрит, что у покойника из костюма, из вот этого платочка для носового платка, торчит краешек стольника. Стольника баксов. Сто долларов. Нифига себе хоронят чувака. Сто долларов сейчас похоронят. И он так, типа, давай поправлять там вокруг него какие-то цветы, типа того, что что-то такое. Раз эту сотку у него из кармана. А покойник его хватит за руку. Стоп! Контрольное захоронение! Концлагерь. На плацу построили всех заключенных. И идет вдоль строя офицер немецкий. Обращается к какому-то своему там ординарцу, типа денщику, который идет с бумажкой и что-то отмечает. И указывая стеком на заключенных, произнесется примерно следующее. Расстрелять. Этого повесить. Этого расстрелять. Повесить. Газовая камера. Расстрелять. Повесить. И вдруг предпоследний, которому объявлено было расстрелять, начинает биться в истерике. Я не хочу, чтобы меня расстрелили. Я хочу жить. Этого не надо. Он хочет жить. На Красную площадь идет, выходит человек и на поводке, как собачку, ведет гуся. Его останавливает человек в штатском и говорит, нельзя с гусем выходить сюда. Почему? Ну нельзя, с животными нельзя. Где объявление? Вот, выгул собак запрещен на Красной площади. Так это не собака. Это птица. Ну и что, птиц тоже нельзя. Стоп. Значит, если птиц нельзя, тогда я должен видеть, как менты гоняют по Красной площади голубей. Никто ж не гоняет. Ну, голубей не гоняют. И крыть нечем, главное. Голубей не гоняют, потому что голубь – это символ мира. Ага. А мой гусь хочет войны. В оперном театре сидит публика, смотрит оперу Евгения Онегин Бессмертного Чайковского. И вот один из присутствующих в зале зрителей, еврей по национальности, обращается к соседу. Скажите, вы не знаете, Онегин еврей? Он говорит, нет, не еврей. А Татьяна еврейка? Нет. Нет, Татьяна не еврейка. Ну, ладно, не еврейка. А Ленский еврей? Нет. Да, Ленский еврей, да, еврей. Браво, Ленский! Кардиологический санаторий. Сидят три мужчины, играют в преферанс. Делать нечего, играют в карты. И вдруг один из них на восьмерной игре остается без трех взяток. У него сразу же случается сердечный приступ. И эти двое, что делать? Субботний вечер, хватают его подмышки и давают по кафельному коридору его в ординаторскую. И вот так вот подмышки его взяли, тянут, и один Торму говорит, а если бы ты с валета зашел, он бы у нас без четырех сидел. Как определить степень собственного опьянения? Например, в ресторане. Приходишь в ресторан, заказываешь водовки, закусок горячего и так далее, и сразу присматриваешь, ну, плохонькую такую женщину, некрасивую, которая, в общем, не нравится. Пьешь и изредка на нее поглядываешь. Как только она начала тебе нравиться, значит, пить тебе уже хватит. И вот один такой гражданин пришел в ресторан и эту стадию пропустил, не проконтролировал себя совершенно, и эту плохонькую приглашает к себе домой. Переночевали, утром просыпается он, смотрит на нее, ну, слово за слово, вроде как пригласил уже, и ночевали вместе, попили какого-то кофейку, и тут между дел, между, во время разговора он у нее спрашивает, а говорит, если не секрет, сколько тебе лет? Она говорит, ну, кто же спрашивает, типа, у женщины об этом? Женщине столько лет, насколько она выглядит. Не гони, так долго не живут. От сумо и трюмо не зарекайся. Свалка. Самая такая свалка из свалок, потому что наша совковая свалка. Мусор у всякого разного столько ужас, и зловоние, не то что, а прямо зловещая зловоние, гадость вся эта все, короче, это все недолго нельзя описывать. И вот над этой свалкой кружит ворона. Ворона-то уже такая несчастная, клюв обломан, одноглазая, по кругу поэтому летает, крыло подбито, лапой обломанной, присесть не может, уже 150 лет живет. В общем, такая страшная, с нее парша сыпется, блохи по ней прыгают, вши с нее летят вниз дождем, и тут внизу по свалке ползет крыса, такая же грязная, такая же в каких-то помоях, хвост обломанной, и у нее на загривке сидит, малолетний крысенок, который как засмотрелся на эту ворону, и говорит своей маме, мама, смотри, лебедь. Трехтысячный год. Где-то в Сибири, огромный, один на всю страну, завод по производству всего. Полностью механизирован, автоматизирован, роботизирован, и вот, всего-навсего один человек стоит в огромной комнате, и за огромным пультом, нажимая разные клавиши, и исполняет симфонию труда. В 97-м цехе встречаются два робота. Один у второго спрашивает, 27-й, 19-й, бис, где ключ 17 на 19? Где-где? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Жил-был мужчина, и достигший возраста сорока лет, вдруг один раз задумался как-то в погожий вечерок, думает, что ж я себя думаю. Ну, хорош уже куролесить. Надо как-то семьей обзаводиться, что ли. Потому что и детей надо, и, в общем, как-то что-то и правда. И пришла ему на память соседка с пятого этажа. Сам он жил на втором, она на пятом, хрущевский дом. Думает, она же мне всегда нравилась. Ну, почему не познакомиться, елки-палки. Пойду. Только надо повод какой-то придумать. Ну, вот скажу ей, например, что, типа, дайте утюг, потому что мой перегорел. Ну, а там слово за слово. Ну, якобы утюг попрошу. Пошел. Поднимается на третий этаж, думает. Ну, вот женюсь. Начнется потом совместный быт. Романтика первых ночей пройдет. Обрастем проблемами. Как-то, ну, потом она родит, забеременеет, родит. Это, значит, пеленки. Это, значит, с работы сразу домой. Не в преферанс поиграть, не с дружками выпить там. Ну, что получится. Молочная кухня, туда-сюда. А если выпью, приду, поднимается на четвертый. Значит, будут меня ругать. А то, мало того, и до того допечет, что я и дам ей раза. А дам раза, ментовку вызовет. Еще и заберут, а еще и посадят. И уже звонит ей в дверь. Она открывает. Что вам, сосед? А он говорит. Знаешь что, иди-ка ты со своим утюгом подальше. В поезде открывается купе, в котором едет всего-навсего один человек, мужчина. Открывается купе, стоит другой какой-то мужик с мордой красной и говорит такой текст. Слушай, не знаю, что делать. С той стороны уборная закрыта. И с этой стороны, наверное, санитарная зона. Ё-моё. Значит, и в следующих вагонах такая же чепуха. Хоть вправо, хоть влево. Что делать? Ну, понос такой не могу. Что делать? Он говорит. Что делать? А ну, заходи сюда быстро. Закрывай дверь. Так. Я сейчас быстро расстилаю на полу газеты. Ты садишься. Нужно справил. Я их разложу так много-много. Нужно справил. Потом завернем это. И когда тронемся, в окно выкинем. Понял? Ну, давай. Эх, этот расстилает газеты. Тот сел как дал-дал. О-о-о. Дверь закрыта. Объем маленький. Дышать почти что нечем. Ну, этому куда аборигену деваться? Он полез на вторую полку. О-о-о. Как известно, горячий воздух поднимается к вереху. Там вообще нечем дышать. Он закурил. Курит. Хоть как-то дымом перебить этот духман. И вдруг этот парень, который сидит внизу на корточках и справляет свою нужду, обращается к этому аборигену, который лежит на второй полке со словами. А в купе курить нельзя. Шла красная шапочка по лесу, а навстречу ей встречается колобок. Здравствуй, колобок. Здравствуй, красная шапочка, говорит колобок. И пошла красная шапочка дальше. Навстречу ей три поросенка. Здравствуй, нив-нив. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, наф-наф. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, мув-нув. Здравствуй, красная шапочка. И пошла она дальше. А навстречу ей белоснежка и семь гномов. Здравствуй, белоснежка. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, первый гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, второй гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, третий гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, четвертый гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, пятый гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, шестой гном. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, седьмой гном. Здравствуй, красная шапочка. И пошла красная шапочка дальше. А навстречу ей 33 богатыря и дядька Черномор. Здравствуй, дядька Черномор. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, первый богатырь. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, второй богатырь. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, третий богатырь. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, четвертый богатырь. Здравствуй, красная шапочка. Здравствуй, пятый граф. Здравствуй. Сидят два грузина, слушают пластинки. Новые. Один Турма говорит, а ты знаешь, я подумал, вообще пластинка и женщина имеют очень много общего. Особенно, когда ты молодой и не женатый вообще. Это же так похоже. Ну вот, что такое женщина? Как пластинка. Поиграли-поиграли и поменяли. Второй говорит, зачем поменяли? Перевернули и еще поиграли. Коллеги Зеленый корреспондент. Мы находимся в квартире знаменитого профессора, исследователя во многих областях современной науки, искусствоведа, литературоведа, не дай Бощенко Николая Петровича. Николай Петрович, вот мы наконец-то у вас в кабинете. Я смотрю здесь на стеллажах много очень книг. Просто все стены в книгах. Расскажите о вашей библиотеке. Ну что, в основном это справочники, которыми мне приходилось пользоваться, философские труды практически всех философов, литература таких вот авторов, как Борхес, Гесса и так далее. Ну и остальное в основном место занимают мои книги, вышедшие вот здесь на этом стеллаже книги, вышедшие в нашей стране на русском языке, здесь на языках народов СССР, вот здесь уже на английском, видите, большой достаточно объем, здесь на других европейских языках, здесь на африканских очень редкие издания. Очень интересно. Вот вы, судя по тому, сколько вы написали книг, прожили большую, содержательную, глубокую такую жизнь. А вот можно сказать, что ваша жизнь удалась? Ну, в общем, да, 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 ну да, можно, да, можно, удалась. А вы так сказали, да, да, можно, можно. Как будто все-таки что-то такое было, о чем вы жалеете. Ну, конечно же, да, есть то, о чем я жалею. А о чем вы жалеете, если не секрет? Ну, о чем я жалею. Вот помню, был я еще аспирантом, и нас от института послали в деревню помогать колхозникам. И мы скердовали с одной колхозной девушкой, звали ее Аня. Была она такая и грудастая, и попочка, и ножички. Мы, в общем, вся прямо, ух ты. И вот начался дождь. Куда деваться? Мы залезли с ней на эту скерду, накрылись каким-то брезентом, ну, а мы дело молодое. В общем, зачалось у нас. И вот, понимаете, вот этот акт, о котором я говорю, проводить на скерде свежесложенный неудобно. Солома какая-то, сено это проваливается. В общем, так неудобно. Так я вот жалею вот о чем. Не было рядом со мной моих книг. А то бы взял бы их вот так вот стопочкой, да ей прям под жопу. Два снеговика стоят возле кинотеатра, возле афиши. На афише так и написано. Белое солнце пустыни. Один ему говорит, ой, елы-палы, один раз в жизни собрались в кино пойти. И то фильм ужасов. Привет, Володя. Привет. Спорим, не узнаешь, не догадаешься, зачем я к тебе пришел? А че? Догадаюсь. Ну че, не догадаешься, спорим. На сто тысяч, спорим? Ну, спорим. Ну, че я пришел? Ну, денег занять не угадал? Гони сто тысяч. Два анекдота из жизни концертных администраторов. Во время Великой Отечественной войны два концертных администратора сидят, пьют водку. И тут по радио вдруг Лебитан начинает вещать о том, что после тяжелых боев нам пришлось отдать немцам город Елец. Один из администраторов говорит, глядый фашисты, морды, давай выпьем за Елец. Второй говорит, да за что там пить? Две площадки по 300 мест. Было при советской власти. Молодой мужчина устроился в филармонию концертным администратором. Повез в первый раз концертную бригаду, возвращается через месяц, приходит в бухгалтерию, отчитывается, сдает деньги, сдает документацию. Бухгалтер, что там, проверяет все. Так, графа, транспортные расходы истока, гостиница истока проживает, значит, уведомо, командировочные, значит, здесь аренда помещений, все. Так, ну а, и в конце обнаруживает графу, которая так и гласит. Зеленая фетровая шляпа, 16 рублей. Он говорит, что за фетровая шляпа? Он говорит, да вот, которая на мне. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Ты себе, значит, из этих денег купил фетровую шляпу? Да. Ну нельзя, ты что, не понимаешь, что ли? Это же не твои деньги. Это деньги, заработанные коллективом, это деньги, в общем-то, даже не филармонии, это государственные деньги. А ты себе зеленую шляпу, нельзя так делать, ты что? Давай-ка, внеси 16 рублей и больше так не делай. Он внес. Повез бригаду второй раз. И ту, или другую. Возвращается через месяц-полтора, опять сдает всю документацию, она опять все эти бумажки и все... Так, а что такое? Зеленая фетровая шляпа, это что такое написал? Ну вот я написал ту шляпу, которая у меня на голове. Слушай, у нас же был с тобой разговор. Нельзя на эти деньги покупать себе никакие ни шляпы, ничего. Это не твои деньги. Это деньги нашего советского народа. Понял ты, дурила? Ну ладно. Так вот, внеси 16 рублей и... Что последний раз? Ладно, ладно. Поехал опять. Возвращается. Сдает документацию этой же бухгалтерше. Сдает деньги. А сам-то стоит в зеленой фетровой шляпе. Ну она, значит, на шляпу поглядывает, документы просматривает. И, наконец-то, не обнаружив графы зеленая фетровая шляпа, спрашивает. Так, а зеленая фетровая шляпа откуда? Что-то я ее не вижу в документах. А он ей говорит. Зеленая фетровая шляпа там, но ты ее не найдешь. В связи с инфляцией, популярная одесская песня «740» теперь так и называется «74 тысячи». Провожая в институтную учебу сына, отец грузин говорит ему, «Дорогой мой, если будешь учиться на четверки и пятерки, я куплю тебе за это машину». Буквально после окончания, ну хотя бы, первого курса. А если будет хотя бы одна тройка, ну ты так и знай, будешь ездить как дурак на Волге. Стоял русский богатырь в дозоре и решил проехаться вдоль границы, посмотреть, как там дела. Поехал, ехал, ехал, вдруг смотрит камень. Вроде его раньше и не было, а на камне, как водится, в сказках написано, «Направо пойдешь, не сносить тебе головы, налево пойдешь, потеряешь коня, прямо пойдешь, станешь козлом». Думаю, вот это что-то новое, станешь козлом. Поехал прямо, долго ехал, наверное, суток-двое, проголодался уже. Наконец-то видит посреди степи яблоню. Большая яблоня, все ветки в яблоках, яблоки большие, литые прямо. Думает, ну вот, как раз подкреплюсь, но обнаруживает под яблоней змея Горыныча, такого, лежащего. Эх, как он на него накинется, давай с ним чукаться. И башку ему отрубил, а остальные две так, кулаками ему насобачил. В общем, весь в синяках этот змея Горыныч, руки кверху, попросил пощады, отпол в сторону. Тот залез на яблоню, богатырь, ест эти яблоки. Ну, а как бы человек поевший, уже как бы и добрее становится. И тут змея Горыныч у него спрашивает, «Скажи, пожалуйста, а что ты мне вот сразу начал головы рубить и сразу начал две морды остальные бить? Он говорит, «Ну, а как? Я же есть хотел». Он говорит, «Ну, и ел бы, козел ты после этого». В Одессе на Дерибасовской мужчина подходит к какой-то бабушке и спрашивает у нее, «Как пройти на Дерибасовскую? Подскажите». Она говорит, «Это очень легко, молодой человек. Здесь можно, конечно, подъехать, но я вам скажу, лучше пройдитесь пешком. Пойдите его так, 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 там завернете сюда и там, и, короче, приходите на привоз, заходите прямо туда, на рынок, находите птичьи ряды и покупаете себе петуха. Понимаете, да? Представляете себе, покупаете петуха. Вы себе это представили? Да, представил. И морочите ему яйца. Дерибасовская вот. Одесса. 1997 год. Украина. И, конечно, всеобщая украинизация. Одесса. Открывается дверь на склад, заходит человек еврейской наружности и на чисто украинском языке спрашивает у там таких же, тусующихся там таких же евреев. И цик е? Они ему отвечают, нема. Он спрашивает, а де він? И де вина нема. Лёва, ты назвал Цилю дурой. А теперь скажи, Лёва, маме, что ты сильно сожалеешь об этом. Мама, я сожалею, что Циля дура. Пф. Новый русский поехал на острова. Было это на заре возникновения новых русских, поэтому надо было рысачить, надо было, если пить, так пить, если пропивать, так попивать, если нарушать, так нарушать, утирать, короче, западу нос. И вот он на пляже повалялся на песке и пошел в океан. И как дал за буйки, ему с маяка кричат, гражданин с цупурой 320 грамм, не заплывайте так далеко, надо вернуться, пожалуйста. Но он мало того, что языка не знает, даже если бы знал, он бы все равно нарушал, потому что такова природа. И вот, заплыв еще там где-то метров 300 на неположенную даль, тут вдруг под ним вода забурлила, и какая-то неведомая сила хватает его за муде. И из-под воды раздается голос плюс два или минус два. Он быстро включает свой арифмометр и понимает, что спрашивают не о температуре воздуха или воды, и понимает, что надо отвечать скорее плюс два. И он так и говорит, плюс два. Это неведомая сила, отпускает его. Он, какая там борзота, разворачивается сразу на берег, как торпеда, выбегает на берег, забегает в кабинку для переодевания, снимает свое исподнее, смотрит в себе на мудо, и что обнаруживает? Обнаруживает в мошонке четыре яйца. Куда деваться? Он сразу же одевает портки обратно, бегом ему в это море, опять заплывает на ту же глубину, барахтается, барахтается, вдруг вода забурлила, какая-то эта же неведомая сила хватает его за яйца, и опять раздается вопрос, плюс четыре или минус четыре. Радостный Гитлер, ну, вполне фантастическая ситуация, радостный Гитлер стоит перед бывшей картой Советского Союза, потому что она уже целиком коричневая, потому что, как бы, фашистская Германия уже целиком Советский Союз захватила, и вдруг обнаруживает, радость его сразу умаляется, обнаруживает на этой карте маленький красный клочок, и еще красный флажок, главное, трепещет, то есть, как бы, незахваченная территория. Он вызывает к себе всех генералов и говорит, что такое моей радости конец чуть не пришел, почему не захватили вот этот клочок, кто на этом фронте воевал, генерал Киндершлёссер, генерал Киндершлёссер говорит, я май фюрер, он говорит, почему не захватили эту местность, он говорит, потому что наркоманы Советского Союза не отдают Чуйскую долину, а главное, захватить ее трудно, потому что пули летают настолько медленно, что всегда удается от них увернуться, а десант, который мы бросили с самолетов еще в прошлом году, так и завис. Почему у коммунистических красноармейцев времен гражданской войны был головной убор в форме богатырского шлема с особым шпилем наверху с таким пыптыком, а для того, чтобы выходил пар, когда они поют песню, кипит наш разум возмущенный. Два пьяных, в дупль пьяных человека, ползут по какой-то грязюке, и вдруг заиграла музыка, один турман говорит, о, кажись, глинка, какая глинка, по говну ползем. Идет по улице крокодил Гена, а за ним чебурашка чап-чап, 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 крокодил Гена ему говорит, не иди за мной, иди к себе в телефонную будку. Пошел дальше, чебурашка опять за ним, чап-чап, чап-чап, не ходи за мной, чебурашка, а то я тебя наизнанку выверну, понял? Пошел дальше, чебурашка за ним, чап-чап, чап-чап, взял крокодил Гена, да и вывернул чебурашку наизнанку. Пошел дальше, за ним, пач-пач, пач-пач. Плела по речке мандариновая корочка, и вдруг догоняет эта мандариновая корочка в силу своей парусности кусочек говна, и говорит, здравствуйте, я мандариновая корочка, а вы кто? я говно, а я мандариновая корочка, ты тоже говно, нет, быть не может, я мандариновая корочка, а я говорю, что ты говно, а где же логика? Во-первых, разная форма, разный цвет, разный вкус, а вы говорите, что я говно, я мандариновая корочка, а я говорю, что ты говно, потому что все говно, А что не говно, то моча. Колоссальный парень, это парень, страдающий недержанием кала и мочи. Новый русский построил себе огромный дом и в зале. По-русски это, по-моему, в зале. Положил крутейшую плитку на пол. Специально привезли из Венеции чумовую, самую дорогую в мире плитку. Сто квадратных метров практически, почти что. Положили, все, новый дом. Ну и, короче, проходит там неделя-другая. Его жена занималась аэробикой. Дома никого не было, занималась голышом. Как села резко на шпагат и прилипла, присосалась. Не может встать с этой плитки. Проходит время, муж возвращается домой, смотрит такая картина. Давай он жену отлеплять. Дергал-дергал, никак не получается. Ну что делать? Вызывает он знакомого доктора. Доктора семьи. Доктор приезжает, посмотрел такое дело и говорит, есть один способ. Выдолбить кусок плитки и вместе с этой плиткой отвезти ее в больницу. В больницу мы уже, конечно, все это, конечно, сделаем плитку, отлепим. В общем, надо ее стационарно лечить. Но это если выдолбить на этом огромном узоре, этого огромного венецианского пола, кусок. Это же надо менять весь пол. Я думаю, что это и деньги вообще. Ну а что делать вообще? Ну вызывает он плиточника. Тоже какого-то заказного знакомого. Приезжает плиточник, посмотрел такое дело и говорит, ну это же дорогой пол. Он говорит, дорогой, а что делать? Не отлепим? Он говорит, ну дай втроем. Втроем тоже не получается. Ну плиточник говорит, можно я по дому похожу? Так, по дому похожу. Походил, походил. Возвращается и говорит, слушай, давай сделаем вот как. Твоя жена, ну, мы с доктором отвернемся, ты ее потискаешь. Она набухнет. А мы ее потом с доктором на кухню передвинем, а там плитка недорогая. Санкт-Петербурге. Мужчина, не подскажете, где здесь Эрмитаж? Зачем тебе Эрмитаж? Здесь. В поезде так случилось. В одном купе ехали разные люди из разных стран. Иностранцы. Француз, допустим, англичанин. Ну и русский. И надо же, четвертой садится какая-то женщина. Полька. Не знаю, почему полька. За что купил, за то продаю. И вот надо же, пока она там со своими клунками крутилась, возьми она, да и пукни. Ну, англичанин говорит. Ой, извините, господа. Прямо не знаю чего. Просто, наверное, это гороховый суп. Поэтому прошу прощения. Все сделали вид, что это действительно. Да, англичанин, как бы, ну, понятно. Она крутилась, крутилась. Возьми, да еще раз пукни. Тут француз говорит. Не знаю, в чем дело. Может быть, молоко было подкисшее. Ну, я прошу прощения. В общем, извините, что я практически испортил воздух. Ну, она опять крутится, крутится. Русский встает, достает Беломорину и говорит этим ребятам. Я пойду в Тамбор покурить. Если она еще раз пернет, скажите, что это я нам сделаю. В Кракове на вокзале железнодорожном встречаются два коммерсанта. Знакомые. Один, второму, говорит, здравствуйте. Куда вы едете? Краковец в Варшаву. Вы сказали мне, что вы едете в Варшаву. Так, так. Так вот, вы сказали мне, что вы едете в Варшаву для того, чтобы я подумал, что вы едете не в Варшаву. А на самом деле вы же едете в Варшаву. Зачем вы бредете, подлый такой человек? Выпускник театрального училища приезжает, распределяется в театр, какой-нибудь прославленный, например, даже московский, например, даже мхат мужской. И в первые дни ходит такой ошалевший по этому театру, засматривается, нюхает кулисы. И кто-то из пожилых актеров спрашивает, а что такое с вами, молодой человек, что вы так смотрите на все это? Он говорит, да вот, я же попал, как бы, я не считал в этом, ну, сколько я там живу, ну, всю свою жизнь до сих пор. И наконец-то попал, храм искусств, настоящий храм искусств. На что ему пожилой актер отвечает, да, храм, 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 и нет человека. Разговаривают два иностранца, оба лингвиста. И в разговоре доходят до такого момента. Безусловно, конечно, русский язык самый сложный. Просто самый сложный. Ну, как это, как это понять? Море по колено, а рыбы до хера. После полета на Марс, наши космонавты вернулись. Отбыли положенный карантин. Дали положенное интервью. Отбомбили положенные пресс-конференции. И, наконец-то, в быту давай рассказывать о том, как оно было на самом деле. Был контакт? Был. А инопланетянки как? Да как, как? Ну, как наши бабы, только груди сзади. Слушай, ну, это вообще, ну, не всегда удобно. Рюкзак носить, например, не подходит. А чё, а как? И спать на грудах-то, как? Не знаю. Я не знаю, как там, чего. Но танцевать вальс с этими бабами просто хорошо. По объявлению продаётся дом, приехал гражданин на смотрины этого дома. Хозяин ему показывает дом. Дом прекрасный, двухэтажный, огромный, с беседками в саду. Ну, потому что сад, пруд, павлины ходят, лебеди плавают. В общем, там ручные синицы. Ну, красота. Большой участок. Всё есть. Красивые собаки. Прямо с собаками продаётся. И сколько это стоит? Он объявляет смехотворную цену, типа того, что там 10 тысяч долларов. Всё, покупаю. Разговоров нет. Покупаю, хоть сейчас едем, оформляем документы. Он говорит, хозяин говорит, ну, понимаете, у меня только есть одно условие. Какое? Ну, надо купить вместе с моим домом дом моего соседа. Вот тут напротив. Пойдёте, посмотрите. Пошли, посмотрели. Халупа. Одноэтажная, полуразваленная. Ничего в огороде не растёт. Всё поросло бурьяном. Там рамы сгнили. Потолок обвалился. Ну, страх и ужас. Ну, хорошо. А сколько эта халупа стоит? Эта халупа стоит 200 тысяч долларов. Он говорит, стоп. Как же так получается? Ваш дом стоит 10 тысяч, а эта халупа 200. Он говорит, ну, понятно, 200 вроде бы как дорого. Но посмотрите, какой замечательный вид из окна. Приходит гражданин в сберкассу и снимает с книжки 9 миллионов. Не каждый день снимают 9 миллионов, поэтому кассирша у него спрашивает. Наверное, что-то прикупили, нет? Он говорит, да, прикупил. Два туза на мизере. Гражданин приходит в парикмахерскую, садится. Ну, и парикмахер начинает его стричь. А как это обычно происходит? Берёт расчёсочкой, поднимает волосы и ножницами. Чик-цак-цак-цак-цак-цак-цак. Чик-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак. Чик-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак. И этот товарищ ему говорит, слушай, дорогой, у тебя есть вообще ещё одни ножницы? Он говорит, есть. Дай мне эти вторые ножницы, я буду делать цак-цак-цак, а ты только чик-чик-чик-чик. Ну, опаздываю, понимаешь, нет? Сидят два людоеда, ужинают. Один у второго спрашивает, скажи, пожалуйста, честно только, ладно, мужской разговор, честно. Чем моя жена нравится? Он говорит, нравится. Ну, возьми ещё кусочек. Мужичонка отсидел в тюрьме уже в который раз, очередные там семь или восемь или три года, короче, типа ходка четвёртая, вернулся, и сразу же в первый день пошёл в магазин купить себе какой-то еды на гражданке уже. Зашёл, ну и понимаете, сидел там к этой баланде, пристрастился, как-то там эти овощные супчики, они хоть плохого качества, но как-то организм привык. В общем, желудок от них уже не болит. А здесь посмотрел, всё с консервантами, с разрыхлителями, с красителями. Не знает, что купить, уже перестроечное, постперестроечное время. И вот он что-то себе выбрал и говорит продавщице, Слышь, подай вот это мне, вот это, что ты видишь там, короче, вот эту вот печенюшечку, хоть посмотрите, чё я её попробую. Какую печенюшечку? Ну вот, у тебя там за спиной лежит вот эта на полке печенюшечка. Какая печенюшечка? Ну вон там печенюшечка лежит за спиной, что ты не видишь, повернись вот туда головой. Вон печенюшечка лежит. Какая печенюшечка? Ну ты хотя бы подойти к этому стеллажу, ты, овца, протяни руку. Вон печенюшечка перед тобой, ты чё не видишь, вот лежит, возьми рукой. Взяла. Вот эта печенюшечка. А, так вафли что ли? Сама ты вафли, овца, коза, ты витруй хрюканину, ё-моё. Ось, послухайте казочку любви хлопчики и девчатка. Плив колись по річці український мальчик-богатир Івасик Телесик, а назустріч йому гівно. Гівно каже Івасику Телесику, Івасик Телесик, я тебе з'їм. А він каже, ні, не з'їжте мене, гівно. А гівно каже, ні, Івасик Телесик, а я тебе таки з'їм. А він каже, ні, не з'їж. А гівно каже, з'їм. А Івасик тоді каже, ні, гівно, не ти мене з'їж, а я тебе з'їм. Узяв і з'їв гівно. Отак, діти, всігда в жізні буває. Добро перемогає зло.